На луговой 65 автоледи за рулем Toyota Harrier выбила страйк из двух автомобилей. Каким правилом руководствуются водители, упирая гашетку в пол, превышая скорость и нарушая разметку, неизвестно. Но ясно одно, точно не правилами дорожного движения. Логика покидает некоторых автолюбителей, как только их руки коснутся руля в автомобиле. Тут уже начинает запускаться сложнейший механизм по передвижению авто абы как. Автоледи за рулем Harrier двигалась в сторону Баляева и все свое внимание направила в телефон. А вот о дороге и машине она, видимо, забыла. Долго вспоминать этот факт не пришлось. У дамы смешался виртуальный мир с реальным и мощным ударом она уже выбивает страйк из двух японцев, которые оказались живой мишенью на пути у отчаянной автоледи. Впереди меня начали машины тормозить. Я потихонечку начал тормаживаться, ну почти остановился. Prius тоже, который ехал за мной, почти остановился. Ну и получается Харек, который едет третий, он влетел в Prius, а Prius уже догнал меня. Ну как бы удар был такой сильный. Женская логика отказывается принимать во внимание правила дорожного движения. Девушка искренне не понимает, по какой причине впереди идущие машины остановились. Ничего не добившись, дама гордо ушла в свою машину. А мужчины остались без ответов на вопросы у своих разбитых машин. Удар у Харька был что надо – 10 из 10. Prius остался без заднего бампера, еще и улетел в своего японского собрата, об которого неслабо повредил мордашку. У Mark II все гораздо печальнее, хоть авто и на ходу, но передвигаться с такими повреждениями его водителю вряд ли захочется. Разваленный бампер, фара и крыло нагоняют на владельца тоску и негодование от поступка девушки. Сейчас паровозик из трех Toyota собирает пробку со стороны Луговой на Боляева. Автовладельцы греются в своих автомобилях в ожидании сотрудников ГАИ. Редактор субтитров А.Семкин